Всем привет! С вами служба технической поддержки Валтек, меня зовут Антон. В предыдущих видео мы рассказывали о принципах расчета теплопотерь и гидравлики, а также подготовке к монтажным работам. Самое время к ним приступить. Объект находится на северо-западе Ленинградской области, в поселке Кировская. Дом построен по каркасной технологии, установлен на свайно-забивном фундаменте. Площадь дома 120 квадратных метров по наружному периметру стен, площадь террасы еще 55 квадратных метров. Перед началом монтажа петель водяного теплого пола мы укладываем подложку. Она в первую очередь нам нужна для удобства разметки, так как имеет нужный квадрат. Крепить мы начинаем с дальнего угла гостиной. Совмещаем углы подложки с углами стен, следим за тем, чтобы все было ровно, небольшие погрешности допустимы. Для надежной фиксации подложки углы крепим скобами для такера. Разравниваем подложку и длинные стороны крепим скотчем. Это нам позволит удобно закрепить следующий рулон. В противном случае вы будете путаться, если они будут сдвинуты одна относительно другой. И потеряете время. Соответственно, следим, чтобы все было четко, после чего также крепим соединительным скотчем. Для компенсации расширения стяжки водяного теплого пола по периметру используется демпферная лента, а также демпферные швы, если длина стороны помещения 8 метров или более. Если же площадь самого помещения больше 40 квадратных метров, также используется демпферный шов. Укладываем демпферную ленту по периметру дома, пристреливаем ее скобами к стене плотно и ровно. Существует несколько вариантов монтажа петель водяного теплого пола. Наиболее предпочтительным и популярным является вариант укладки двойным меандром, он же улитка. По сравнению с раскладкой змейкой, вариант раскладки улиткой имеет ряд преимуществ. Например, немного меньше расход труб для теплого пола, а также наиболее равномерное распределение тепла по всей площади помещения за счет чередования подающей и обратной трубы между собой. Трубы водяного теплого пола следует раскладывать таким образом, чтобы вначале наиболее горячий теплоноситель поступал к наружным стенам, то есть наиболее холодным зонам. На основании сделанного теплотехнического расчета был произведен и гидравлический расчет, по которому был выбран достаточный шаг трубы. Самыми популярными шагами является 15 и 20 сантиметров. В соответствии с планом раскладки отступаем от стен 10 сантиметров и 7 сантиметров. Смотрим сноски. Используя контрастный маркер, мы имеем возможность отметить края будущих петель водяного теплого пола. Отмечаем места прохода труб через демпферный шов, а также сам шов. Важно помнить про рекомендованные температуры монтажа полимерных трубопроводов. Температура должна быть не ниже плюс 10 градусов Цельсия. При этих температурах труба остается гибкой и ей удобно работать. Настоятельно рекомендуем перед началом монтажа проверить границы петель. Указываем их на подложке. Также, посмотрев проект, вам нужно понять, как удобнее всего нужно будет вести трубы, не допуская пересечений. Поняв это, приступаем к монтажу. Собираем размотчик и устанавливаем на него бухту трубы. Не спеша разматываем трубу. Делаем это с запасом для дальнейшего удобства монтажа. Далее, производим монтаж с помощью такера. Пристреливаем трубу к полу через каждые 30-40 см. На поворотах делая это чаще, для лучшей фиксации. В проекте находим длины подводящих участков, чтобы правильно надеть утеплитель. Подводящие участки должны быть проложены в гофре или теплоизоляции для снижения теплового потока в зонах плотной укладки труб смежных контуров. Как правило, это коридоры, дверные проемы. Готовим ручку и листок бумаги, в котором будем отмечать начальную, конечную длину петли и ее обозначение. Радиус изгиба труб выбирается, сходя из шага. Помимо этого, стоит учитывать температуру в помещении. Так как при температуре около плюс 5-7 градусов, полимерные трубы становятся жесткими. Вероятность залома трубы кратно возрастает. Пекс-трубопровод можно будет восстановить феном. К сожалению, другие типы трубопроводов, такие как перт, металлополимерные трубопроводы, использующиеся в водяном теплом полу, восстановлению уже не подлежат. Их придется перекладывать заново, либо использовать ремонтные муфты. При использовании такера увеличивается скорость работы. Это очень удобно, когда вы работаете один. Перед началом работы убедитесь, что скобы и такер совместимы. При необходимости воспользуйтесь шестигранником для того, чтобы отрегулировать глубину посадки. Рекомендованные расстояния для крепления труб к полу указаны в таблице, но могут быть увеличены в зависимости от предпочтений монтажника. Главным условием здесь является надежность фиксации трубопроводов. Укладка петель водяного теплого пола в мокрых зонах обычно подразумевает обход места установки унитаза, так как на момент монтажа теплого пола не всегда может быть ясно, навесной это будет унитаз или напольный. То же самое относится к ванным и к трапам душевых кабин или отдельно стоящим трапам. Также под стационарной мебелью, вроде кухонных шкафов, гарнитуров и других предметов мебели водяной теплый пол, как правило, не прокладывается. То есть уже на стадии проекта мы должны четко понимать, где будут проходить петли водяного теплого пола, а где их не будет. После того, как мы закончили монтаж водяных теплых полов, необходимо заложить гильзы для монтажа датчика в стяжку. Закладная для датчика температуры может быть изготовлена из металлополимерной трубы, также из пекс-трубы с фиксатором поворота. Внутренний диаметр трубы 12 миллиметров будет вам достаточно. Однако, если вы сомневаетесь, стоит об этом подумать заранее. Если вы не знаете, на какой высоте у вас будет установлен комнатный термостат, то трубу можно взять подлиннее. В крайнем случае, ее всегда можно будет подрезать. При подключении труб к коллектору стоит учитывать высоту коллектора относительно пола. Соответственно, если у нас еще не ясно точное место установки коллектора, трубу стоит отрезать с запасом по высоте. Обычно это около полутора метров от пола. Так как коллектор подачи и коллектор обратки находятся на разных уровнях, перед финишным подрезанием труб и установкой их на коллектор стоит убедиться точно, где у вас находится труба подачи, а где у вас труба обратки, чтобы их не перепутать. Изначально каждая труба маркируется, в данном случае бумажным скотчем. Закрывается торец трубы, чтобы в нее не попало, а также указывается порядковый номер петли. Для подключения трубопровода к коллектору используется евроконус. Он может быть нескольких размеров, а также под каждый тип трубопроводов используется свой тип евроконуса. Это тоже стоит учитывать. Помимо всего прочего, евроконус может быть смонтирован либо спецключом, либо разводным ключом. Для подключения труб из шитого полиэтилена к коллектору рекомендуем использовать фиксаторы поворота. И в завершении хочется отметить, что этот фильм рассчитан на широкую аудиторию. Надеюсь, он будет полезен как для профессионалов, так и для начинающих монтажников. Процесс монтажа системы отопления, а также ее автоматизацию мы покажем в следующих фильмах. Следите за новостями на нашем канале. На этом все. До свидания. Продолжение следует...